Количество автобусов, оснащенных пандусами для инвалидов колясочников в Истане, достигло 600 штук, как сообщает в управляющей компании Астана ЛРТ. Сегодня большая часть общественного транспорта снабжена механическими устройствами. Корреспонденты телеканала 24КЗ провели эксперименты с помощью скрытой камеры, выяснили, насколько столичный общественный транспорт стал доступнее для людей с инвалидностью. Водитель общественного транспорта при виде на остановке человека с ограниченными возможностями, он сразу, согласно регламенту, должен подъехать к остановке на расстоянии 30-40 см от бордюра. Водитель одевает белые перчатки, получается, ключом открывает пандус, он должен именно посадку производить вот в таком виде. Закатывая задней частью, да, спиной к вам. Он заводит и подкатывает специальное место для людей с ограниченными возможностями. Чтобы водитель понял, что я хочу сесть в автобус, я подаю знак. Когда он видит, старается подъехать ближе к бордюру. Вообще, я редко пользуюсь общественным транспортом. Пандусы мне никогда не подавали. Вот сегодня в первый раз. Попасть внутрь мне обычно помогают прохожие. Среди кондукторов ведь много женщин, а я как-никак тяжелый. Меня они не поднимут. Вам нужно нажать кнопку. Человек обозначает, что ему необходимо выйти на этой остановке. У меня был случай, это было зимой. Маршрут то ли 20-й, то ли 30-й, не помню. Я, как обычно, рукой махнул, чтобы водитель остановился. Он мне показал на часы, мол, времени нет, и уехал. А я так и остался на остановке. Немного замерз, но ничего, дождался другой автобус. Каждый водитель и каждый кондуктор, он обязательно при прохождении обучения, он проходит именно эту дисциплину. Как правильно нужно вести себя с людьми ограниченными возможностями. Потому что там на уровне психологии. Так как он должен предложить ему оказать помощь, если он отказывается, человек с ограниченными возможностями, он не должен настаивать. 52-й уже старый автобус. Я спросил, почему не падает пандус, а он не работает, говорит. Ну, они, кондуктор и просто помощник, помог мне зайти в автобус. Ну, впечатление опасное сперва, чуть-чуть есть страх. Ну, ничего, ну, научим их. Продолжение следует...